Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Меня зовут Анжела, мне 29 лет. Имеет ли какое-то значение для вас возраст, то что вы о нем говорите? После развода столкнулась с тем, что осталась совсем одна. Ну, это говорит лишь о том, что вы растворялись в отношениях. Да, то есть вы растворялись в отношениях и, вероятно, в своем муже. Кстати, а из-за чего произошел развод? И как вы его пережили? Переживали ли вы его вообще? Потому что развод это драма, соответственно, с драмой нужно проживать. Вот, была ли у вас такая работа с психологом? Так получилось, что подруги и друзья после моего развода стали реже общаться со мной. Ну, может быть так. А может быть и так, что вы стали с ними реже общаться. Я чувствую себя какой-то недакой из-за того, что случилось. Вы говорите про подруг, про то, что они всегда стали так вести. Но ведь раньше как будто бы было по-другому. А лично мне увидеть связь между тем, что вы развелись, и тем, что подруги и друзья стали общаться реже, сложно. Поэтому лично я могу предположить, что речь идет о вашей проекции. То есть вы проектируете свое собственное нежелание чаще общаться на них и сводите общение таким образом, что к вам можно обратиться только по делу. Человек, который общается только по делу с другими, ну, он может вот пытаться немножечко себя как-то обезопасить, да, и оберегать таким образом свою ценность. Поэтому рассмотрите, пожалуйста, вот тот вариант, что вам может быть неловко общаться с друзьями и подругами. Ну, и ваша фраза о том, что как-то так получилось, тоже вызывает вопросы, потому что, ну, ничего просто вот так не получается. Если что-то случилось, это случилось вследствие вашей активности какой-то. Дальше. Я не понимаю причины и думаю, что причины вам нет, только чем именно не могу понять. Ну, вот, собственно, я сказал об этом. Почему, на вопрос, почему так одолелись, мне напрямую не говорят, одни отмазки. Скажите, пожалуйста, почему вы думаете, что это отмазки? Почему вы не верите? Здесь тоже налицо некое такое вот самобичевание, да, обесценивание, то, что вы не верите человеку, а предполагаете, что есть какая-то другая причина. Но, какая причина, вы не знаете. Я полагаю, что речь идет о стыде вашем. Вспоминают обо мне, когда им что-то от меня нужно занять денег, покормить питомца или посидеть с детьми. Я думаю, что вы можете сами сводить общение к этому. По итогу я осталась совсем одна. Чувство одиночества не покидает меня. Чувство одиночества, это невозможность находиться самой собой, то есть это отторжение части себя. Нужно понять и увидеть, что именно вы отторгаете и поработать с этим. Там, наверное, есть боль, боль нужно прожить. А дальше смотреть, что с этим можно сделать, с одной стороны. С другой стороны, вот, вы говорите, что вы одна. А хочется ли вам проявлять что-то по отношению к своим друзьям? Хочется ли вам заботиться о них, делиться чем-то? Или вы нуждаетесь в чем-то другом? Попробуйте об этом тоже подумать. Я никуда не выхожу, так как я всегда одна, и не с кем сходить в заведение, где-то посидеть. Анжела, я думаю, что в этом заключается также довольно серьезная проблема, что если куда-то идти, то только с кем-то, что говорит о том, что у вас нет своих интересов. Почему вы одна не можете пойти туда, где вам интересно? Это хороший вопрос. Так как обстоят дела с вашими интересами? Интересно, как обстоят дела с вашими увлечениями, хобби? Каждый день, как один, бесконечно повторяющийся. Подскажите, как и что мне нужно сделать, чтобы не остаться одной? Я думаю, что это некорректный вопрос. Я думаю, что вам нужно работать над расширением своего внутреннего мира. И, естественно, работать с теми проблемами, которые у вас есть. А тогда уже, так сказать, не одиночество станет следствием. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok